МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2 миллиарда рублей на пополнение резервов микрокредитных организаций. Всемирная организация здравоохранения попросила на борьбу с вирусом еще миллиард 300 миллионов долларов. Кто после демарша США заплатит, неизвестно. Генсек ООН заявила о пандемии ненависти, ксенофобии, оскорбительных мемов и буйстве теорий заговора. В снятии карантина Европа опередила Украина. Там уже открывают часть ресторанов и магазинов, раньше, чем даже в Германии. Глава Крыма Аксенов предложил отказаться от кондиционеров, поскольку на них, цитата, «оседают все эти болезнетворные микробы и бактерии». Эту же идею высказывал Минздрав, но потом его опровергли Роспотребнадзор и оперативный штаб. Вирусы не живут в кондиционерах. На следующей неделе в Крыму плюс 27. По подсчетам Роспотребнадзора, вирус погибает при 70, а перестает быть активным при 30 градусах. По наблюдениям на Биулина, экономическая активность в стране стабилизировалась на пониженных уровнях. Данные опережающих индикаторов по итогам апреля согласуются с прогнозами ЦБ. Конец цитаты. В Центробанке заболели уже 100 человек. За последний месяц индекс деловой активности в сфере услуг упал в России до 12 пунктов. Индекс обрабатывающих отраслей PMI до 31. Производство электричества упало почти на 4%. Министр труда Котяков насчитал 1,2 млн безработных. Из них 745 тыс. за два последних месяца. Новые данные по безработице в Америке. Там рекордные 14,7% или минус 20,5 млн рабочих мест только за апрель. В интервью Fox News Трамп сказал, что это временно. Скоро все вернутся в строй, а следующий год будет феноменальным. За последние недели граждане подали почти 1,5 млн заявок на реструктуризацию кредитов. Пик просрочки придется на конец года, начало следующего. Это тоже данные ЦБ. А Минфин сигнализирует о росте долговой нагрузки на регионы. По его данным, самыми закредитованными из них еще до кризиса были Мордовия и Хакасия. Теперь ухудшилось положение всех, даже нефтедобывающих субъектов. Общий дефицит региональных бюджетов может оказаться рекордным с начала 2000-х. Уральские авиалинии на грани банкротства. Об этом заявил полпред Цуканов. Компании не дают кредиты даже в государственных банках. В прошлом Свердловский объединенный авиаотряд с момента приватизации подконтролен руководителю Скуратову. За прошлый год компания перевезла больше 9,5 млн пассажиров. Минтранс пообещал перевозчикам 23 млрд помощи по 365 рублей за каждого потерянного пассажира. Путин посоветовал Золотову закупить для Росгвардии новую спецтехнику. Это поддержит автопром, но не только. На днях НПО специальных материалов. Отчиталось о разработке для нужд силовиков килограммового беспилотника, оснащенного электрошокером и ослепляющим лазером. Дрон оборудован камерой, но может взять на борт громкоговоритель или сирену. Видеоблог Дудя про прелести Кремниевой долины внезапно откомментировал создатель ВКонтакте и Телеграмма. Дуров считает, что в восторге неуместное США полицейское государство с недоступным и дорогим здравоохранением, посредственным образованием и слабыми перспективами. До отъезда из России Дуров развлекался, разбрасывая пятитысячные купюры над Невским. Спор о том, как выходить из кризиса, неожиданно ворвался вокалист Гансен Роузес. Роуз написал в твиттере, что глава американского Минфина Мнучин – официальная задница. Это была лишь четвертая запись Роуза за год, что удивило пользователей. Еще большее удивление вызвало ответ Мнучина. Через два часа он спросил, а что вы сделали для своей страны, но вместо американского флага прикрепил к твиту флаг Либерии. Директор Челябинского торгового центра «Космос» получил от прокуратуры предупреждение за размещение в сообществе фотографии Гитлера под видом ветерана в рамках проекта «Имена героев». Изображение прислал подписчик, но это не помешало публикации. А депутат Единорос Милонов в ютуб-дебатах поддержал идею установки памятника коллаборационисту Краснову, высказанную ранее по центральному телевидению. Памятник Краснову надо ставить? Да, нет. Краснов – это человек, который… Нет, надо памятник ставить? Да, нет. Ну, на фоне памятников Ленину я не вижу ничего такого, чтобы те люди, которые считают Краснова достойным человеком, чтобы они тоже поставили памятник. И Колчаку тоже. Протеиерея Смирнова подозревают в коронавирусе. 69-летний руководитель Патриаршей комиссии по делам семьи госпитализирован в стабильном состоянии. По информации комсомолки, диагноз подтвердился, и пациент действительно в порядке. Ранее Смирнов заявлял, что эпидемия – явление полезное, поскольку ужимает эгоизм.